Доброе время суток, ребята! Это второе видео по финансовой грамотности. Здесь не будет никаких картинок, не будет ничего. Мы сегодня будем разговаривать с вами о импульсионных покупках. И также затронем тему диверсификации. Давайте сразу начнем. Что такое импульсионные покупки? Это когда вы принимаете решение купить что-то не по своей прихоти, а, скажем так, из-за того, что вам навязали чужое мнение. На связь в своем, да, вы, допустим, доверяете каким-то видеоблогерам на ютубчике, в телеграме и так дальше. Переходите, смотрите видео, да, там вам все нравится, вам все прикольно, все круто. Вы одного посмотрели, второго, третьего и на этой основе у вас в голове летают розовые бабочки и вы решаете, что вы заработаете миллионы, потому что вам сказали, что вот здесь вы внесете 10 долларов, получите тысячу. И вы туда с вами голову, несмотря ни на что, просто несете деньги. С винатами их теряете и потом идете к этим блогерам и рассказываете, какие нихуевые. На самом деле задача каждого человека, который находится в ютубе, да, заработать, если не на ютубе, да, то есть если не на просмотре рекламы, так хотя бы на какой-то рефералке и так дальше. И поэтому многие каналы делают так, чтобы вас максимально заинтриговать, максимально сделать так, чтобы вы совершили просто-напросто импульсионную покупку и тем самым принесли ему там каких-то 5, 7, 10 процентов в зависимости от рефералки, опять же таки. И не просмотрели этот проект, да, то есть вы не разобрались сами, какие там подводные камни и так дальше, просто-напросто сделали импульсионную покупку. Так же само есть еще штука, которую, допустим, какие-то игры или проекты закупают рекламу у блогеров, тоже блогер получает там хорошие деньги и рассказывает вам, как там все круто, и что туда обязательно нужно нести деньги. На самом деле, опять же таки, это все не так. На самом деле существует два способа, как этого избежать, да. Первый способ это просто не доверять абсолютно никому, нравится вам блогер, не нравится, может быть вы пару раз по его ссылкам там заходили и заработали, тем не менее, вам нужно привести хотя бы свой какой-то анализ, который поможет вам разобраться, есть смысл входить в этот проект или нет. В большинстве своем, там где люди начинают терять деньги, то есть они там потеряли 2, 5, 10 раз и все-таки остаются здесь, да, они учатся на своих ошибках и не совершают таких ошибок дальше, но тем не менее, есть люди, которые только начинают, да, там у них маленькие бюджеты, и тем не менее, они эти деньги теряют и говорят, что это все скам и так дальше, и бежим отсюда. Второй способ довольно-таки еще проще. Второй способ намного проще, намного интереснее, и он более распространенный по... И он заключается в том, что вот вы увидели видео, да, вам хочется купить, ну, все круто, все классно, все супер, и 24 часа вы просто ничего не делаете, через 24 часа вы просто приходите, да, через сутки, смотрите на это все и думаете потом, есть смысл это все покупать или нет. Почему так? Потому что ваша голова остывает, скажем так, угомонятся гормоны, да, и вы тем самым более трезво начнете оценивать данный проект, данную ситуацию. Если будем переносить ситуацию на меня, да, то я вот на этой фигне, на этих импульсионных покупках, ну, потерял в свое время довольно-таки нормальное количество денег, просто потому что я, во-первых, не знал, как анализировать, какие-то, какие-либо проекты, кому доверять, кому не доверять, просто заходил 100 баксов туда, там 200, туда 300, и вот так вот как-то, скажем так, разбазаривал деньги. А знаете, когда вы заходите в какой-то проект, то анализ как-то сам по себе появляется, то есть вы начинаете смотреть больше, читать больше документации и так дальше, и потом уже, когда вы туда только занесли деньги, вы понимаете, что вы пришли в говнопроект, который, в принципе, вам не окупится. И у вас уже, к сожалению, как бы выхода нет, то есть вы уже там, и как бы если у вас не NFT, которую нельзя продать, то хотели бы вы или не хотели, но вы влезли в жопу. Слава богу, меня спасала диверсификация, поэтому мы сейчас о ней и поговорим. Все, наверное, слышали, да, выражение не ложите яйца в одну корзину и так дальше, с чем оно вообще связано, и почему это довольно-таки хороший метод не потерять деньги. У нас, в принципе, прост, да, не входить в один проект всеми деньгами, которые у вас есть. Разделить это на 10-20 частей и входить, допустим, в каждый проект частями, может быть, делать как я, да, то есть проект, который больше нравится, чем другие, уносите больше. Но, опять же таки, вы должны определить для себя какой-то определенный, скажем так, порог входа, да, который вы не должны, вы не должны переступать, да, то есть если у вас есть, допустим, бюджет в 1000 долларов, но то заходите в каждый проект по 50, по 100 долларов, тот, что вам больше нравится, ну, вносите туда 200 долларов, не превышайте там лимиты типа 50%, да, то есть не входите в какое-то приложение на 500 баксов. Собственно, я и включил свою таблицу, да, то есть у меня здесь, как бы, сколько я внес, в какой... Сейчас сделаем проще, я просто щилю уберу сумму 1750 и отниму ее здесь, то есть мы здесь сделаем 0, да, а здесь мы сделаем 2044. Немного поправил, потому что у меня здесь там было неправильно, то есть у меня сейчас чистый доход составляет 1760, скажем так, долларов, да, из которых я написал, что я вывел 300, на самом деле они просто лежат пока в стейтинге, я их не трогаю, но тем не менее они лежат у меня на балансе, поэтому можно сказать, что 1760 долларов я заработал, да, там за 100 чем-то дней, и мы видим вложения, да, то есть если мы будем смотреть по вложениям, да, то у меня здесь он, ну, то есть сумма не превышает практически 600 долларов. Единственное, что сейчас в Чили у меня находится порядка 850 долларов, но тем не менее, если мы добавим, да, доход и убыт, доход мой плюсы инвестиций, да, они уже составляют больше 3000, то есть в Чили у меня находится 800 долларов, да, мы их в принципе можем добавить туда, но тем не менее мне надо будет там, где вы не принял, больше сумму ставить, я не буду об этом всем разговаривать сейчас. В общем, есть у меня, допустим, 3000 долларов, да, есть в Амбате 500 баксов, считайте, в Спексе 500 баксов, в Спейс Неченал я внес 170, в Чемпион Арену 180, то есть мои суммы не превышают 30% от общего капитала, то есть если я в проект верю, да, то я могу туда внести максимум 30%, если я в него не верю, то я вношу 5-10%, и таких проектов у вас должно быть хотя бы там, их должно хватать на примерно хотя бы на 10 проектов, да, то есть если мы посмотрим проекты, из которых я выходил, да, то Гемли минус 200, это просто я в Гемли потерял 200 баксов, во всех остальных, да, еще Пицца Тавер минус 8, во всех остальных я в небольшом плюсе вышел, соответственно, здесь у нас Чили, я в него, скажем так, как вошел сначала на 300 долларов, да, потом, опять же таки, два аккаунта стало на... опять же таки, было 300 долларов на двух аккаунтах, потом я себе Рарки купил, то есть сейчас это составляет 800 долларов, но тем не менее, этот проект до сих пор функционирует, и поэтому в этом проекте, ну, есть смысл находиться, так же само с Пекси уже 20 долларов есть, да, при том, что я качал роботов 3 месяца, поэтому сейчас мне будет спокойно в день по 4 бакса капать, и я вообще, ну, ни разу не расстроен, что я в этот проект пошел. С приснечением нам немного напряжено, потому что я потратил 170 долларов, пока ничего оттуда не вынял, и на данный момент рынок находится в таком состоянии, которое не, к сожалению, не дает возможности зарабатывать много денег. Представьте ситуацию, да, чтобы у меня, допустим, было 1000 долларов, и я бы занес их 1000 в Гемли. Я бы их там и оставил бы, короче, сказал бы, что все ваши проекты NFT и так дальше, все скамина, блин, ну, то есть просто тут разводят людей на бабки, и ушел бы в закат. Поэтому я пока ориентируюсь на проекты, которых не нужно ничего вносить, да, я пытаюсь, наоборот, выносить из всех проектов пока деньги. Недавно зашел в этот вомбат, но, тем не менее, это был, как бы, сознательный выбор, и, как бы, я ни разу не расстроен. Так что мой совет, не несите в один проект все деньги. Если у вас, допустим, бюджет не, ну, то есть там не 1000 долларов, да, а бюджет, допустим, ну, 100-200 баксов, то заходите в какие-то проекты по 20 долларов, блин, вон вомбат, допустим, он спокойно на 20 долларов, там можно делать, блин, на 40 баксов в неделю, то есть, вернее, в месяц, то есть он примерно довольно-таки быстро окупается. В Чили можно, блин, купить очки за 50 долларов, блин, там, не знаю, и заработать на них там сотку. То есть есть проекты, которые, ну, позволяют вам при минимальных вложениях, да, зарабатывать довольно-таки неплохие суммы денег. Сейчас, допустим, не говорим, да, о том же самом Чили, в котором я зарабатываю максимально много, да, такие проекты сейчас на данном рынке, ну, просто исключение, да, то есть есть проекты, на которых все время зарабатываешь больше, чем на всех других, и это нужно принять. Просто-напросто, если мы будем, опять же таки, это мы уже углубляемся, да, если мы будем, не будем искать проектов, да, в которых можно заработать. Представляем, что я в чемпион-арену, допустим, вошел на 180 долларов, да, а она бы мне приносила бы как самого начала, так и дальше бы приносила бы по 10 баксов в день. Я бы увеличил бы бюджет и зарабатывал бы намного больше там. Так что нравится вам или не нравится, но все время будет такая штука, что один-два проекта вас кормят, все остальные будут просто плюс-минус вот в таких маленьких форматах, плюс еще нужно иметь проекты, которые на долгосрочную перспективу, которые опять же таки будут приносить вам маленький, но стабильный доход, да, чтобы хоть как-то поднимать ваш бюджет и в принципе как-то так это все и работает. После всего этого финансового дерьма, которого я вам буду рассказывать и которое вы будете хавать и если вы его будете применять хоть как-то на практике, вы увидите как бы разницу между обычным, скажем так, человеком-хомяком, да, и вами и поймете, что, ну, эти советы, они, скажем так, они уже через сотни лет прошли, да, и тем не менее они все время работают и все время актуальны. Начните это все применять на себя и увидите как бы разницу. Так же само после курса вот этого вот финансового консультирования, да, финансовых советов и так дальше, я опять же таки буду записывать какое-то видео, как анализировать какие-то проекты, да, то есть мы будем с вами рассматривать хорошие проекты, мы будем рассматривать говнище какое-то и на основе этого вы еще и научитесь, скажем так, более-менее детально анализировать какие-то проекты, в которые есть смысл входить, в которые нет смысла входить и вам уже не нужен будет, скажем так человечек с ютубчика который вам принесет какой-то проект на блюдечке вы туда зайдете и победнеете расстроитесь и выйдите нахер с этого всего движение так что как-то так ребята это был второй урок и будет штук 10 а то и 15 поэтому подписывайтесь ходите к нам в телеграм и до следующего видео